всем привет всем йоу с вами нико с вами сельский весельчак и самый крутой трикер ну по крайней мере один из самых крутых трикеров в мире по мнению всех и всея руси анатолий галушкин или галушкин 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 йоу здорово спасибо что пришел вау спорт первый вопрос откуда ты как приехал в питер прямо самого начала коротко коротко сжато вообще северного поселка жиганск офигенное название там я закончил школу то есть до 18 лет тусовался там там начал свою карьеру три киры аркором занимался конечно со мной все с этого начинали прыжки с гаражей но делать то нечего в принципе было было два варианта либо пить пиво в подъезде а либо это самое прыгать сальтухи но вот мы выбрали второе хотели быть не такими как все искать контр культуры до сих пор жалеешь своем выборе периодически бывает а ну вот короче да три камера нашего заниматься там потом переехал в якутск поступил в университет физкультуры ну потому что я же не пил пиво в подъезде я занимался спортом так или иначе ну и как закончил университет решил перебраться в питер здесь отрик тусовка все здесь тебе нравится питер нормально нормально красивый дом зал хорош в принципе что еще за зал нативная реклама в принципе все все что можно сказать что ты сказал коротко я могу там вообще тебя сказать на час типа как-то у меня были проблемы с залом в якутске вот эта вся тема смотри вот у тебя ты говоришь в якутске был какой-то зал да вот это как раз это был смешная движуха ты там делал скут даблбэк это не в якутске это еще в джиган скут даблбэк на лицо по моему на лицо я пролетел ну короче ты первый точно его попробовал еще и не скобра статами расскажи про тот момент и как ты тренировался в жильянске короче это вообще офигенная история на батя с охоты привез куропаток штук 5 и заставил короче меня их ощипывать ну и типа отец охотник че поел я короче сидел часа два ощипывал этих куропаток у меня очень устали пальцы было не очень настроение соответственно пацаны короче собрались зал я так вообще я не хотел идти я хотел там в компик поиграть чего-нибудь такое типа но я взял себя в руки пошел в зал и еще до этого очень давно идея маячила типа куплина соску тоже 2 назад никто не делал тогда очень активно еще 2 назад тренировал на татами с рандаты и так далее а по итогу пришел такой вдруг принес камеру там какой-то не помню что за камера но она крутая была вот телефона мыльницы такая у кого не было да и сам ты мыльница нормальная камера телефонов типа никого ни у кого не было мы снимали на камеру короче там качество более менее было ну а у друга только спрашиваю типа это а че слушай со скута делал ты кто-нибудь на тот момент кстати белую пробовал с дорожки в яму но поскольку у нас не было интернета в поселке мы не знали поэтому точно никто да типа то он такой говорит они не никто не делал не так ну давай попробуем что-то вначале попрыгал задница скута просто потом решил нажать и меня перекрутило через голову я остался жив к счастью ну или к сожалению не знаю смотри ты еще рассказывал что у вас там было очень холодно тренировался в десяти шубах там 10 штанах и все такое было такое да там зал получается был как пристройка к основному залу школьному и там были проблемы с отоплением с трубами как бы они были поскольку это была не очень качественная пристройка да грели они не очень соответственно в зале температура была ну по-моему плюс 10 может там поменьше а у входной двери снег не таял то есть ребята заходили с улицы такие заходят зала там такая дорожка снега небольшая вот ничего нормально что ты окутывался жестко и развернулся там суть была в том то что ты приходишь тренироваться тебе короче разогреваешься бегаешь на тебе там несколько штанов там может какая-нибудь там олимпийка спортивная там толстовка мозгах там разогреваешься бегаешь и тебе нельзя останавливаться потому что если ты остановишься там буквально пять минут там поболтать с кем-то или чё то ты замерзнешь и как разогрев получается прошел зря такая суровая мотивация никогда не останавливайся а то замерзнешь не спи замерзнешь не стой замерзнешь да давай дальше друг сказал такой ооооо нифига красава типа Дальше сейчас, на самом деле, не помню, что он сказал Он там кричал, все кричали А я понял то, что я больше не хочу Проводить его Понятно, нормально В общем, как видите, Толи были Не самые крутые условия для тренировок Тренироваться в шубах и на дорожке Снега в зале Где это топление не очень весело Но этот пацан стал топ-атлетом И я думаю, это будет Крутым примером для многих Лайк Толи Следующий, трипл-битвист, тройной битвист Если кто не знает, это такой Трюк, как бабочка, только с тремя винтами Как Макс Калмыков пишет Бабочка с двумя винтами Да-да, как бабочка с тремя винтами Наш Анатолий сделал его Я не знаю, мы не можем сказать точно Каким, около там шестого Седьмого, восьмого Где-то там Толя стоит точно Толя его хорошо приземлил, давайте послушаем У меня, короче, дикий козырь есть Я же раньше сосе Шоссе, я типа сделал трипл-битвист Сложное имя просто Поэтому не смог произнести Он позже меня сделал Шоссе, сори Не, ну он сделал как бы в комбинации Потом это все, так что ладно Это надо было козырять в году Так, в 2017-м Сейчас поздно уже немного Так, что тебе о трипл-битвисте рассказали? Да, расскажи историю, как сделал и вообще Ну, вообще, в принципе, с битвистами особо проблем никогда не было Потому что в свое время очень любил бабочку Но ничего кроме нее, в принципе, не умел Нормально делать Так вот Трипл-би Это как раз было перед отъездом в Питер И я тогда параллельно работал на стройке Для того, чтобы накопить деньги на билет Да, и Очень усиленно тренировался Ну, чтобы приехать, как бы Показать туда То, что я там скилловый якутский пацан Да, ну и в батутке еще там Немного на батутах откручивался Идея вообще трипл-битвиста Она еще в шестнадцатом году пришла Тогда только мода началась Типа на этом Ну, там, то есть По-моему, в четырнадцатом году ванных прыгнул Или первый самый Или в тринадцатом даже Ну, не суть Тогда, типа Это был очень редкий трюк Типа, достаточно И Это было очень жестко То есть в шестнадцатом году Я первый раз По-моему, попробовал его сделать Приземлился На булке Ну, то есть я как следует Я такой думаю Ну, в принципе, что этот трипл-битвист Это же надо сделать как двойной Только разбежаться сильнее Там, как следует прыгнуть вверх И закрутиться Как бабочка только с тремя Ну, типа бабочка только с тремя Как бабочка с тремя Только больше на один получается Кайф Ну, такой разбегаюсь, короче Прыгаю там В длину пролетел метра два Приземлился на булке Ой, было так больно, короче После этого я Тоже решил подзабить немного на него Ну, и не пробовал Ну, и потом под осень Что-то, видимо, из-за того Что там всякие шлакоблоки На стройке Таскал сил много было Шлакоблоки Слышь У нас фемористический подкаст Да вообще, походу, да Отлично Короче, вот эти шлакоблоки Они мне помогли, дали силы Сейчас начинаю Ладно Просто, короче, очень хорошо тренировался Так усиленно хорошо кушал Вот Ну, и там это Анализировал технику там ребят Которые делали Кстати, седьмой, я вспомнил Еще этот был Даже восьмой Еще был Ник Фрай Но у него был битвист с двух ног Я бы не засчитал бы даже это Но помимо Ник Фрай Еще тогда с бугорка делал этот Как вот Денис Франко, по-моему Ну, я не знаю С бугорка, не с бугорка Но мне казалось, что он делал на трое с бугорка Ну, не суть, ладно Пацаны крутые Тем не менее Тройной битвист Есть тройной битвист Да, да, да В принципе, хоть он будет Он с гаража Ну, тройной же Тройной Окей, короче Ну, чем я там остановился А, вот осенью Сил было достаточно много Хорошее настроение Ну, и я что-то, по-моему Не помню почти технику конкретно По-моему, Джона Ванка я смотрел Конкретно анализировал Он же первый был Ну, и Пробовал Тройной битвист В яму В батутном центре Где работал в своем Там вообще было ни о чем Ну, и просто в зале В гимнастическом Типа на один слой матов Тоже нифига не было Не было Потом решил, короче Перед битвистом Подвернуть пониже То есть ниже плечи Опустить и как следует Выкинуть вверх И тут бац Практически, короче Встаю Ну, то есть Встаю в ноги И потом сваливаюсь Вот Меня Денис Боев пишет Вечером мы пошли там С друзьями посидеть И мне Боев такой пишет О, слушай, да ты почти встал Говорит Ну, и решил Меня замотивировать Я ему Ну, я ему говорил То, что в Питер приезжаю Типа, он говорит Да, встретимся Решил меня замотивировать этим Короче, замотивировать Не важно как Не важно как Я, пожалуй Не буду этого говорить Просто Пацан решил Меня замотивировать В общем, не важно Да, в общем, не важно Вот, мотивация Не прошла, да То есть Попытка была То ли в пятницу То ли в субботу Потом я залил бы историю Эту попытку Мне еще там все Более-менее топовые Трикеры написали О, ты почти Типа там приземлился Красавчик, все дела И, по-моему, в понедельник уже Я немного отдохнув Там один день Пошел И с попытки Наверное с 30-й Может быть с 25-й Где-то так Типа Встал его на Клатч Ну, там, да Клатч Ну, короче, вначале Я встал на один слой матов Там, то есть Да И потом Типа мату убрал Где-то Через две попытки Типа встал на мату Просто Тридцать попыток На Тройноби 200 Ну, а тогда Всю тренировку Удолбил этот Трипл Б То есть Ну, да Там есть такие мелочи Просто Она отходит С плечами Типа надо очень Как бы Короче, держать Не спи Да А че тут Ты не шутишь Скучно с тобой Я понял, ладно Продолжаем дальше Смотри Вопрос такой Касается мотивации Смотри Многие ребята Смотрят Как кто-то кинул Какой-то супер бэнгер Какой-нибудь корк задний Или че-то такое Они смотрят Заряжаются И сразу же Влупливают Так же Вот Как я понял У тебя такого нет Ты просто увидел Такое О, круто Но делаешь Именно когда Сам такое захотел У тебя вот так Это работает То есть У тебя вообще Мотивируют Какие-то другие ребята Или тебе без разницы Поначалу Да Поначалу Такое было То есть Я смотрел На ребят Там Да Грубо говоря Которые там Делали какие-то Жесткие трюки Сразу такой Бежал, сломя голову В зал Пытался повторить Но Сейчас я понял То, что это Весьма чревато Типа То есть И сейчас Я без должной Подготовки Типа Стараюсь Не Делать Ну, например Вот Степа Приземлил Тогда С ночками На джейс Тепа Да Да, типа Все ждали Что ты сейчас побежишь Короче Разбежишь Сын паяни Я понимал И в принципе Я тогда В яму Уже вставал То есть Буквально Уже там Через неделю По-моему Три Может быть Даже через месяц Там Типа В яму С Этого Но Типа Просто Как бы Не был готов Именно морально Ну, потом Зато Когда я постоял А чё знаешь Я тоже Чё-то не помню Март уже Ну, ты там Сразу сделал Из ТДхи И со свеча Вообще Да, из ТДхи И со свеча Ну, типа Суть в том То, что я Именно вообще Подготовился В плане того Что был уверен уже В нём Типа В отходе Во всей этой теме Типа И тогда уже сделал А так Чтобы сразу Бежать Ну, я сейчас Наоборот Стараюсь Как бы Себя оградить Вот от этого Раша Потому что Ну, тут как бы Ты можешь на Раше Конечно, не встать А может Тебе не повезёт И ты там Трагируешься И как бы Ну, типа Ну, типа Так, чтобы чётко Встать С первого раза К трюку К которому Ты не готовился Типа Чисто под Рашем Потому что Кто-то сделал Такое у меня было Да не было Такого В принципе Типа Да Я стараюсь Как-то более Типа Основательно подходить Да С умом Какие-то подводящие Поделать Конечно, уйдёт Дольше времени На это Зато ты останешься живой Ну, возможно Да Возможно Возможно, нет Да В общем, Анатолий говорит Что нужно думать Перед тем, как делать Даже если вас Нереально мотивирует Мотивация-то круто Но она должна Мотивировать вас Подготовиться К тому, что вы сделаете И тогда всё пройдёт Круто И, возможно, вы выживете А, возможно, и нет Тут их 50 на 50 просто Да Так, дальше Хукт Хукт 19-й год Да, Хукт 19-го года Расскажи о Фесте Ты там батлил Батлил Там батлил с Тёпой И ещё кто-то Там батлил со Стёпой С Владом Литвиненко Да, вы выиграли командный И Да И кто там ещё у нас был А, Илья в том Да, Илья в том Илья, прости Чего лично Он просто не считает тебя Атлетом Да, да Крутой человек Далко, что депрессивный Немного Как я, в принципе В последнее время Ну, ну ладно Короче, расскажи про Один на один И про команды Давай начнём с организации Вначале Пожалуйста Окей, по поводу организации В принципе, всё было Не Ничего Короче, организация Была, в принципе Всё было так же Как в 2018 году Прикольно Но Они очень сильно С ковром Короче Накосячили То есть Они там Из разных Аэротрекматов Не знаю Для чего Они это сделали Короче Решили сделать ковёр Помягче Несколько Не несколько А там штук 12 аэротрекматов Короче Сложили Там Прилепили Друг к другу Сверху Накрыли ковролином Ну, то есть Как от обычного ковра И ковёр получился Во-первых Очень мягким И почему-то Он скользил Очень сильно Ну, ковролин такой Ну, да Нет, ковролин Он сам-то Он, типа, наоборот Очень, как Сцепление придает Помогает Но тут, видимо То, что Ты вдавливаешь В ковёр Там Аэротрекмат Он проваливается Глубже, чем Обычный ковёр Типа И медленнее Тебя подкидывают Вверх Видимо, из-за этого Сцепление терялось Совсем Ну, как бы Если ты смотрел Трансляцию Если там Я не знаю Смотрел Смотрели Трансляцию Видели, наверное То, что все падали То есть Вот Кто-то даже писал Там в истории То, что Как это так Самые, типа Топовые соревнования Ну, да Топовые соревнования Типа Ну, то есть Дело было в этом Йохану не мешало Ну, не знаю Йохан же не первый Занял Шоссей Шоссейка Два раза Упал я, по-моему Как минимум Это было странно Весьма То, что он Типа На Что он не падает Не, он типа Да, он не падает Вообще А тут он на Фуллэнбэке Короче Просто приземляется Коленом Задевает Что-то такие Какие-то мелкие Ошибки Да, которые Мешали Типа Чисто сделать Ну, и там На кладках арки Он просто сел По-моему Чё-то такое было Ну, и все ребята В принципе Все прыгали Кроме каких-то Чистых Кикеров По-моему Все, короче Падали Вот Ну, и в батле Один на один Там вообще Типа Фейл был Зан выпал Короче В первом Круль Получается Да, ко мне Ну, типа Ко мне выпал Я сведу А то ты сказал Выпал Типа Он вылетел Не, не, не Он со мной батл И Типа Понравился? Не, он крутой чувак Да Ну, там такой батл На итоге был Я чё-то подумал Типа Блин, Зен Типа Надо, наверное Всё-таки Для командных сил Сохранить Ты не надеялся Да Особо настроения Вообще батлить-то не было Ну, типа Один на один Вот Ну, и там Мы чё-то готовили Типа нормально В командных То есть Там, типа Владик нас организовал Чё-то Мы там пробовали Репетировали Реально Типа Ну, там было Жёсткое давление Я помню На вас в финале Чуваки Прям бычили Жёстко А, эти-то ребята Да Рэджи, по-моему Да Ну, кстати Они на самом деле Нормальные пацаны Вот мне Рианто Очень нравились Я видел, как они стояли И такие, типа Не даю прыгать Вот это Это было жёстко Рэджи Рэджи Да, вы же там Почти чутьнее Не, они, кстати Это вообще Это в целом Именно батловая тема Как бы Ребята пытаются Задавить тебя Типа морально Грубо говоря Не дают прыгать Они физически Тебя давились Физически Это только Со Стёпой Гризанский пацан Чуть не подрался С этим французом Как Тристан, по-моему Да? Я не помню С кем-то Да-да-да Чуть не подрался С ним Чуть толкаться Иначе Ну, это да Это, конечно Это жёстко было Это жёстко Но это Такого не должно Быть Мне то, что кажется Да, поэтому Это такое Ну, в целом Батл был весёлый Мы там чё-то подготовили Ну, кстати Вот эта тема Сработала против японцев Японцы, они же такие По менталитету Типа Типа О, да, проходите Проходите Я вас пропущу А это Вот эти вот У них сборная была Бельгия, Франция Да, чё-то такое Горланды А они, типа, задавили Их просто не давали Ребятам прыгать И поэтому Они их победили С вами А с нами А с нами не сработало Да, потому что У нас там Пацан с Рязани Пацан с Якутска Короче Мы уже привыкли К этому давлению Каждый день Не прокатило Прокатило В общем, да Вот Там тоже сборная Там с Красноярска С Сибири Чё-то, да Прикольно С Татт Морозки Собрались На фрикинг батл Ну, типа, мне он Кажется Там Илюха В Красноярске Живёт Он каждый день С таким давлением Пока до зала идёт Слышь, пацан Мобилку Дай позвонить Типа Чё-то сказал Ну, там всё И вы начали Трикинг батл Во время там Гололедицы Кайф Ну, в общем Тебе понравилось В любом случае Думаю Ну, в плане организации Всё-таки Было чуть похуже Хотелось бы Чтобы не было Больше таких косяков Как бы Ну, а тогда Конечно Это весело То, что ребята Собрались Там Самый всё-таки Большой чемпионат По трикингу Да Ну, и Приятно было То, что мы Как бы У нас немного Было дней Чтобы подготовиться Мы как раз На хукте Только и готовились Но То, что всё-таки Мы там Защитили Честь России Матушки Да Типа Всё-таки Заняли первое место Это прикольно Ну, и ещё Мне вибромассаж Типа Эту штуку Короче Дали Так Хубалик Который вибрирует Прикольная штука Да, я понял Рол Рол Да Вибра-рол Вибра-рол Используй Предназначение Ладно, последний вопрос Баттлы 6 декабря Анатолий, вы готовы? Ты готов разрывать? Ты Существуешь пацанам конкуренцию? Не, ну, составить-то, конечно Попробуем составить Типа Но в целом Я не готов Сейчас, типа Из-за вот этой пандемии Чё-то, не знаю Очень сложно Войти в какой-то Тренировочный режим Непонятно Типа Чё вообще Будет Заряжем Пообещай вот туда, что ты подготовишься Гриша, что? Да Всем, всем Обещай Обещай, что ты будешь готовиться Я попробую Серьёзно? Я попробую подготовиться А теперь Я сделаю Тренинг Мотивационный Давай От сомнений К результату Я сделаю Еееееее А что, не сказал Что, ну ладно Короче Он сделает Всё Мы записали Просто сделаю что-нибудь Ладно, Толян Было весело Послушать всё это Было очень интересно Надеюсь Видеть тебя в форме Заряженного И Мальт уже фигнёй страдай Хорошо Я не страдаю фигнёй Ты Кто? Ничего Нико Ничего Всё, дальше Драка будет за кадром Всем спасибо За просмотр За внимание С вами был Толя Нико Увидимся В следующем выпуске Бай-бай